Сергей Николаевич, вот скажите, этот год был первым, когда Совет депутатов полностью от и до отработал в новом составе. В том числе и новая команда администрации первый год отработала полностью. Как вы оцениваете, эффективно ли взаимодействие этих двух новых составов депутатов и администрации? Как-то вопросы я бы разделил. Работа депутатского корпуса и работы администрации. То, что касается работы депутатского корпуса, действительно год был непростой, кроме того, что состав городского совета обновился больше, чем наполовину. Плюс еще этот год у нас были выборы депутатов законодательного собрания и выборы депутатов Государственной Думы. То есть на политическом фронте было очень активно, и те результаты, которые мы получили, в принципе, они нас устраивали. То, что касается работы депутатского корпуса, мне приятно, скажу откровенно, работать с коллегами депутатского корпуса, потому что новые люди, новые вопросы, новые подходы. Мне нравится, когда приходят, задают вопросы, на которые нужно отвечать. Нравится их подход, нравится их такой прагматизм принятия тех или иных решений. И поэтому, я думаю, первый год всегда был сложный, потому что один только вопрос, когда начинали формирование бюджета, и сколько было дебатов при обсуждении тех или иных моментов, касаемо принятия по статей, по направлениям. И депутаты, я думаю, поняли, что формировать бюджет нужно уже не на стадии рассмотрения параметров бюджета, а формировать бюджет уже нужно разговаривать, разговаривать, начинать, ну не с иного ряда, а с февраля. Потому что те вопросы, которые задают депутаты, те вопросы, которые, проблемы, которые необходимо решать жителям, они в любом случае должны пройти определенную процедуру. Мы должны там посмотреть за счет кого, сколько это будет стоить, расставить приоритеты. И зачастую мы, кроме как нужно решать вопросы, мы, к сожалению, некоторые коллеги там не знают цену вопроса. Поэтому вот мы сейчас в декабре с коллегами, с депутантами обсуждали, и сейчас собираем, будем так говорить, вопросы, которые необходимы, ближайшая у нас сессия будет в феврале, для того, чтобы уже часть вопросов, которые подготовили депутаты, мы уже будем рассматривать их на февральской сессии, на заседании постоянных комиссий. И вот этот маленько другой подход, и он, будем так говорить, заставляет и администрацию маленько пересматривать свои подходы и отношения к формированию бюджета, к тем проблемам, к тем вопросам, с которыми приходят депутаты. Я думаю, что в любом случае мы выстроим диалог для того, чтобы как можно эффективно работала и законодательная, и исполнительная власть. Для этого мы сюда и пришли, для этого мы встречаемся на заседании постоянных комиссий. Вы посмотрите, сейчас как намного стали бурно проходить заседания постоянных комиссий. И мы сейчас рассматриваем не только вопросы, которые необходимо рассматривать на сессии, те вопросы, которые поднимают депутаты, мы рассматриваем на комиссии, и потом уже принимаем решение, или мы там ее на сессию будем уносить, или мы здесь в рабочем порядке этот вопрос порешаем. Понятно, что в условиях нынешних, когда у нас дефицит бюджета, и когда проблем еще больше, и вот расставить приоритеты для того, чтобы те деньги, которые есть, ну и тут зависит будет работа, взаимодействие, и взаимодействие с депутатами Законодательного собрания Красноярского края, и будет зависеть от того, как будут руководители администрации города выстраивать отношения с правительством Красноярского края, многие вопросы решаются в неформальной обстановке, потом уже обсуждается та или иная проблема, и на которой уже потом, потом уже она там реально начинает приобретать какие-то там формы реальные. Поэтому вот хотел бы там два слова сказать, будем так говорить, на тех мероприятиях, которые в крае был, вот эта ассоциация, понимаете, там я посмотрю, мне понравилось, потому что в нее входят в совет не только там представители депутатского корпуса, там входят и представители и правительства, депутаты Государственной Думы, Совета Федерации, представители муниципальных образований, и вот это, я считаю, площадка для того, чтобы озвучить те вопросы и проблемы, которые интересуют территории. И когда начинаешь смотреть, вот мы посмотрели, сейчас вот занимаемся вопросами, проблемами, будем так говорить, обеспечить частного сектора воду, оказывается, столько федеральных есть программ, которые там за счет федерального бюджета можно решать этой программы. Вот сейчас в этом направлении мы работаем, сейчас некоторые вопросы пытаемся там осметить, для того, чтобы понимать, в каком направлении нам нужно дальше двигаться. Федерация, согласно уставу, подконтрольна и подотчетна депутатам городского совета. И хотелось все-таки, чтобы вы сегодня тоже дали оценку работе администрации, как они отработали прошлый год, ну и глава города, естественно. С одной стороны, год это мало, да? Я понимаю, как Александру Юрьевичу сложно и тяжело, потому что одно дело руководить предприятием, другое дело, когда руководишь вот таким многопрофильным хозяйством, когда нужно, как говорится, и коммуналка, и бытовая сфера, и тепло, и вода, и дороги, и пенсионеры, и много ли, мало ли проблем. Поэтому вот сложно. Но те изменения, которые есть, происходят в городе, прежде всего, я имею в виду то, что внешне изменился, я имею в виду вот эта комфортная городская среда, как преобразовался там улица Кравченко, проспект Лопенкова, правда, Лопенкова еще нужно и Кравченко нужно доделывать, но, по крайней мере, шаги определенные сделаны для того, чтобы в городе стало интереснее жить. И поэтому где-то там, где-то не хватает опыту, где-то не хватает специалистов, и вот где-то, наверное, расставление приоритетов, что в первую очередь нужно делать, тут, конечно, сложно. Александру Юрьевичу и помощники работают где-то хорошо, где-то не дорабатывают, мы с вами убеждались, там вроде там планы все есть, там графики составлены, потом смотришь, там не срастается, там не срастается, где-то какие-то моменты организационные, там не проконтролировали, там не посмотрели, где-то, будем так говорить, вот эти несовершенства, когда составляют эти, как их там, договора, не все, мы с вами убеждались, когда мы дорогой принимали на декабристов, написали вот так, они сделали, как написали, так и сделали, а по факту нужно было, поэтому вот мы с Александром Юрьевичем на эту тему там постоянно разговариваем, что нужно давать задания и контролировать его исполнение, а потом, если вот это все делать, не надо будет там переделывать, поэтому работать должны все, начиная от главы города и заканчивая там секретарем, поэтому надеюсь, что тот опыт, который приобрел глава города и его команда там, он бесценен, я думаю, что в любом случае будет проведен анализ, сделаны выводы для того, чтобы следующий год он был более эффективный, чем вот, поэтому вот надеюсь, что оно так и будет, надеюсь, что выводы тоже будут сделаны, там и какие-то организационные моменты нужно будет посмотреть, и эффективность работы каждого направления нужно посмотреть, потому что много вопросов, будем так говорить, для того, чтобы молодежная политика у нас была, чтобы спорт при таком наличии, будем так говорить, спортивных сооружений, там все-таки хотелось бы, чтобы спортивные достижения, спортивные достижения там в городе были более весомые, чтобы мы задачу ставим, если алфавит, буква первая, то и Ачинск, я считаю, Ачинск тоже должен быть первым. Сергей Николаевич, а вы воспринимаете сегодня Токарева и его команду как единое целое, потому что из ответа я лично услышала, что он отдельно, а команда отдельно. В каких-то моментах Александр Юрьевич там действительно тянет сам, в какие-то моменты там есть взаимопонимание, я это все списываю на недостаток опыта. Чего? Управленческого. Чего? Его или команде? И команде, понимаете, не нужно быть, будем так говорить, не нужно ждать, когда тебе, как говорится, там подскажут, ты ведешь свое направление, веди свое направление от и до. Где-то там что-то не получается, пришли, поговорили, сели, обсудили. Где-то, а не то, что сказали, сделали, не сказали, не сделали. А вы о ком-то конкретно говорите? Сейчас я не буду, я понимаете, я не буду переходить на личности, потому что я думаю, когда мы с вами будем заслушивать отчет главы города и давать ему оценку, вот мы эти вопросы потом ему и зададим. Но в любом случае, ваше замечание было адресовано кому-то конкретно, или вы в целом говорите? В целом. В этом году горсовету удается больше решить реально городских проблем по сравнению с прежним составом? Нет, почему уже сейчас... Только на конкретных примерах, можно, если больше? Ну, вопрос вот, зависит, не зависит, то, что мы с вами начали там, будем так говорить, участвовать в приемке территории, начали задавать вопросы касаемо благоустройства. Некоторым это не нравится. А почему вы задаете? А почему мы не должны задавать? Мы же должны понимать, если сегодня деньги выделены вот на эту работу, то завтра этих денег на эту же работу не дадут. Поэтому, если деньги выделены, они должны быть эффективно использованы. И вот сколько там пришлось нервов помотать по этой, по 16-й школе. Вроде сделали, вмешались, депутатский корпус вмешался, и по крыше, и по фасаду здания. Это депутаты. Сейчас вот претензию написали по состоянию спортивной площадки 16-й школы. Если они на прошлый, этот самый... И управление образования сказали, если площадку не заменят, то мы будем инициировать передачу дела в суд за то, какую они там сгородили площадку. Поэтому я еще раз скажу, что меняется. Не так хотелось, как быстро, но тем не менее, есть понимание, как мы будем работать завтра, как мы будем выстраивать отношения с администрацией. Некоторые, как они говорят, а что это тут, ну так, в кулуарах разговариваем, а что это вы начинаете вопросы задавать? А почему мы не должны вам вопросы задавать там? Были такие вопросы там? Претензии предъявлялись? Нет, я тут по поводу мусорок там разговариваем, то там начинают, говорят, вот депутаты должны там. Я говорю, что депутаты, дворники что ли? Есть люди, которые ответственны за территорию, есть службы, которые ответственны за уборку этих территорий, за содержание. А при чем здесь депутаты-то? Я не получила все-таки ответ. Я премьер по 16-й школе поняла, но ответ я сама сформулирую, вы скажете да или нет. Ну-ка, давай. То есть депутаты больше стали вмешиваться в решение городских проблем, а решать больше не стали по сравнению с прошлым созывом. Я правильно поняла вас? В какой-то мере да, потому что стали вмешиваться, но я думаю, если стали вмешиваться, значит, если мы вмешиваемся, значит, будет результат такой, на который мы будем настраиваться. Все-таки про депутатский корпус хотелось бы понять. Вы представитель партии «Единая Россия». В депутатском корпусе присутствуют представители и иных партий. Все-таки на сегодняшний день, по вашему мнению, в депутатском корпусе есть оппозиция? Насколько она конструктивна? Или только иные партии? Поддерживаю вас по своему коллегу. Спасибо. Нет, ну, в любом случае, там, одно дело, там, знаете, одно дело, когда идет выборная кампания, я всегда там говорю, ребят, вот выборная кампания закончится, важно потом, как мы друг другу в глаза смотреть будем, когда, как курятники, растолкали, все это сверху насыпали, а потом все это закончилось, здрасте, да, ну, поэтому сейчас, ну, в любом случае, я имею в виду, что с одной стороны, люди... А что такое оппозиция, да? Вот, что такое оппозиция? Или кто такая оппозиция? Это люди? Ну, с иным мнением. Ну, и хорошо, понимаешь, когда будет, если будет у всех одно мнение, это хорошо, у нас даже вот, у нас даже вот в «Съединене Россия», мы собираемся, когда фракцию, мы тоже там ругаемся, тоже там каждый доказывает свою точку зрения, свою правоту, ну, потом к консенсу приходим, то же самое вот и с коллегами там, с коллегами, как иных партий, да? Как вы сказали, да? В любом случае, там, я стараюсь там выстраивать отношения, там, готов, и обсуждаем вы вопросы, вот, и ко мне здесь вот... и Наташа заходит, и коммунисты заходят, тут на той неделе заходил, заходил, заходил Гребенюк, Борис Иванович, мы тоже обсуждали вопросы, которые там необходимо решать. Если они конструктивные, то почему бы нет? И там, если они не политизированные, мы же должны понимать, за счет какого ресурса мы ту или иную, ту или иную проблему будем решать. Если она реальная, да, давайте, если нереальная, ну, давайте подумаем, как эту проблему решить. Поэтому, и в любом случае, в любом случае, когда на комиссии вопросы обсуждаются, когда там идут дебаты, когда там высказывают свое мнение, в любом случае, задумываются все. И администрация, которая задает вопросы, и я тоже думаю, почему, что нужно сделать для того, чтобы решать те вопросы, тут неважно, там некоторые, вот, они первое сказали. Ну, хорошо, что первое сказали, то мешает сказать это первое. Тогда конкретизирую все-таки, я чуть-чуть более в точку. То есть депутат Дмитрий Кузнецов. Очень много у вас было пикировок между друг другом, очень много было предложений, но это все были предложения с его стороны в период выборов. То есть сейчас мы Дмитрия Кузнецова не видим и не слышим все-таки. Ну, это ваши вопросы, вы понимаете, вопросы это нужно задавать Дмитрию Сергеевичу. Если я, если он так, выборная компания, ну, люди там сами выборы, ну, не выборы, свои выводы сделают по отношению то, что он говорил и то, что сейчас, ну, это, будем так говорить, пусть останется на совести каждого. Одно дело там, когда там обещают, для того, чтобы пройти городской совет, а потом про свои обещания забывают. Вот это, конечно, плохо. В продолжение про обещания, помимо ваших коллег в Ачинском городском совете, есть еще и старшие коллеги, назовем их так. Про Александра Сергеевича Дроздова вы сегодня сказали, но есть еще и представитель законодательного собрания, Владимир Чернышенко. Мы бываем на сессе и не слышим вообще его позиции про город Ачинск. Вот с ним есть какое-то взаимодействие? И все-таки, что с его большим проектом, который был тоже анонсирован в период выборов, это мост? Отвечу на второй вопрос. Понимаете? То, что касается, то, что касается моста, это вопросы к Владимиру Николаевичу. Потому что она, эта проблема есть, проблема есть. Вопрос, сколько это стоит и целесообразность этого проекта там. Поэтому сейчас, когда у нас состояние дорог оставляет желать лучшего и тот проект, который есть. У нас таких денег нет для того, чтобы ставить промост. Если вот, если кто, кто Корину Ачинск, вот помните, что у нас было, когда не было моста через Белый Яр? В смысле капитального? Да, капитального. Не было. Вот этот мост, который, понтонный, да, он тоже был такой сезонный. Осень, поздняя осень, пока не на морозе, тоже ничего не было. Железная дорога? Ну, железная дорога, железная дорога. Паром еще. Паром, не, паром-то был, когда, ну, а также моста не было. Потом вот поставили, маленько разгрузили. То, что касается, будем так говорить, там, той стороны, там, Сосновое озеро, в ту сторону, там же, понимаете, к сожалению, там же развития-то нет. Помаленьку деревни, которые есть, они там, будем так говорить, стареют. Для того, чтобы построить мост, цена вопроса, вот ехать, если ехать отсюда, через мост, в сторону Белаяра, и с этой стороны, разница 4 минуты. От администрации доехать до туда. Единственное, что там садовое, ну, там садовое общество одно. Поэтому, вот я пока не вижу целесообразности строительства этого моста. Потому что большой транспорт мы с вами через город не пустим. Потому что, учитывая то, что проходит около 5000 единиц техники по объездной дороге, и вот эти фуры, которые там по 30, по 40 тонн, никто и в город не запустит. Поэтому, для того, чтобы, ну, считая пока этот вопрос преждевременно, а то, что Владимир Николаевич решил, ну, дай Бог ему, там, красный флаг, пусть занимается этим. То, что касается, то, что касается работы в законодательном собрании, ну, я думаю, я думаю, мы как-нибудь пригласим его на сессию. Пусть он нам расскажет, там, о своей работе, там. Мы же его выбрали, да? Ну, а вообще вы просили у него поддержки в решении каких-либо вопросов? Или пока этого еще не случалось? Нет, мы сейчас, мы сейчас тоже, вот там, попросили вопрос, касаемый, мы не только Дроздовку просили по воде, мы попросили Владимира Николаевича, чтобы он там, он со своей стороны тоже, там, подключился. Следующий вопрос, который, я думаю, постараемся, там, через депутатов в законодательном собрании, это вот, по увеличению финансирования на, на ремонт и восстановление освещения. Потому что, если город у нас более-менее освещен, то частный сектор, там, есть, конечно, улицы, где там, темно, как у негра под мышкой. Сергей Николаевич, подводя итоги, не только же о хорошем, но не только об успехах горсовета можно говорить, но и ошибки тоже следует признавать. Если у вас, вот, вы понимаете, что в чем-то не доработали, гельштальт не закрыт, надо вот... Гельштальт, это что? Долг. Долг? Ну вот вы хотели сделать, не получилось. И вот вы хотите к этому вернуться? Есть какое-то такое дело? Сергей Николаевич только что признался, он поломал всю предвыборную кампанию Чернышенко, а тебе еще нужны какие-то долги. Ну, что не решил, да? Вы за всех, пожалуйста, отвечайте, не только за себя, Сергей Николаевич. За горсовет, да. Это уже конкретивная работа. Вот тоже. Из-за социальной они тоже. Да. Из-за всех. Мы сейчас все... У Горького завета, это же есть общие задачи, которые цели и задачи, которые вырекают. Я все-таки, знаете, как-то... Где-то мы не были настойчивы, потому что там информации, наверное, недостаточно было, я имею в виду дело, что по выделению дополнительного финансирования там, будем так говорить, на ЦОЖ, потому что денег, которые там есть, их явно недостаточно для того, что нормально содержать может. И вот сейчас, которая структура создается там, как она называется будет, я пока не знаю там, по содержанию парков и скверов. По содержанию парков и скверов. Я надеюсь, что вот с созданием вот этой структуры, с этой структуры что-то изменится. Надеюсь. пока не посмотрю, не убедюсь, будем так говорить, сейчас пока рано говорить, поэтому здесь тоже нужно будет смотреть, когда деньги, которые там выделяют, после торгов идут, взять, будем так говорить, по козьбе, да, там упали, там ниже плинтуса, в результате там пока развернулись, пока сообразили, там в августе или там в сентябре начали косить, а деньги там вместо того, чтобы опять распределить на, будем так говорить, на решение проблем ЖКХ, они там куда-то по другим статьям расходы там. Необходимо все-таки, я считаю, там посмотреть, насколько эффективно, будем так говорить, используются деньги, которые мы выделяем на образование. Если у нас больше 60% финансирования там идет на образование и при этом проблем меньше, я понимаю, где-то там устранение предписания, но возвращаемся к вопросу там эффективности использования выделяемых средств. Живой пример, это же 16-я школа, там посмотрите, как с ней долго возились для того, чтобы там что-то там такое более приличное получилось. Поэтому... Оценку курсовета какую ставить? По школьному немножко. По школьному? Да. По школьному я бы поставил 4. С плюсом? Нет, пока 4. Просто 4. Еще это истребители там пятого поколения 4 плюсы, или 2 плюсы, рано там. Понимание есть, поддержка среди коллег депутатского корпуса есть. и сам факт того, что вот мы когда принимали бюджет, у нас только два человека воздержались. То есть, мы и говорили, и ругались, и спорили, но тем не менее, когда там принимали итоговый документ, и мы понимаем, что мы к этому документу еще вернемся и в феврале, и у нас будут еще другие моменты, чтобы смотреть и корректировать деньги, которые там еще придут в бюджете, потому что нам пообещали опять на дороге дополнительное финансирование, на благоустройство будем доверить комфортно городской среде деньги обещают. Ну, посмотрим. А скажите, вот служба по озеленению все-таки будет создана, потому что денег в бюджете не заложили на нее? То есть, есть какие-то предпосылки к тому, что деньги будут найдены? потому что там вроде так просматривается порядка там 15 или 20 миллионов, но это денег мало. это только только на начало. И есть, будем так говорить, договоренности с губернатором Красноярского края и с правительством, что в связи с тем, что мы увеличиваем, будем так говорить, объекты там по комфортной городской среде, нам необходимо увеличивать финансирование вот этого, вот этой стороны, да, мы пообещали вот до того, что там, не знаю, там в муравей или в феврале там какая-то малая техника должна прийти там. ну, верить, что вот в следующем году вот прям появится. куда деваться-то, понимаешь? Ну, тогда, если они нам говорят это самое, если они говорят неправильно, если они, будем так говорить, не выполняют свои, не сдерживают свое слово, там, какое доверие, может быть, и к ним, и к нам тогда, тут задача вообще. Сергей Николаевич, вот на последней пресс-конференции, которую провел губернатор, он сказал такую фразу, мы доведем дороги до того уровня качества, которого Ачинск заслуживает. Сказал Александр Ильич. Сбрось, темнеет. Это цитата. Как вы считаете, каких дорог заслуживает Ачинск? И что ждать Ачинск после такого обещания губернатора? Я думаю, что губернатор слов на ветер не бросает, и у него на столе лежит там перечень, будем так говорить, дорог, и сумма, сколько нам необходимо денег хотя бы. Видите, почему так получилось, когда там, какой там, седьмой или восьмой год или девятый, когда нам денег там дали, куча там. Это же не есть хорошо. Мы столько отремонтировали, а потом они, столько все и пришло. Поэтому, если бы было там, как вот нынче начали финансировать, столько, столько, и появилась бы какая-то там, сколько они должны простоять, сейчас вот и подходы изменились, по качеству смеси смотрят. Вот сейчас год пройдет, посмотрим, в каком состоянии, вот мы сколько там воевали там и на декабристов, да, там сколько их там, посмотрим, как зиму перезимует асфальт, посмотрим, как перезимует Лапенкова, посмотрим, как перезимует Кравченко, для того, чтобы сделать выводы. Тут то же самое, там Льва Толстого, в этом году, вообще улицу Кирова, там, ну, заложили, а в следующем году, а тут осталось-то три дня, в следующем году, я думаю, там улица Кирова должна очень сильно преобразиться, там, с точки зрения, там, благоустройства, и, будем так говорить, и дороги, вдоль дороги там, все эти, и светофорные объекты, и тротуары. А по поводу соцсетей, вы не только туда пишете посты от того, что сделали вы, но в том числе, через них к вам обращаются граждане. Естественно, написать сообщение куда проще, чем позвонить или прийти лично, и поэтому некоторые люди могут, как сказать, искаженную информацию подавать. Вот та информация, те обращения, которые к вам поступают, они вот насколько эффективны для решения городских проблем, и бывают ли случаи, когда там какая-то дезинформация? Я, знаете, вот я пару раз даже попался на этом, да, на этой дезинформации, когда, вот недавно свежий пример, когда на Лапенково-то... Газоны? Нет, газоны тоже, да, хотя там газоны, там не все так просто, а вот то, что касается рябинок и березок, которые там, тротуары-то там, я там, знаете, мне написали, я, знаете, звоню, в ЦОЖ, они говорят, мы разрешения не давали, ну я все эти выставляю, потом этот мужчина присылает мне, он так говорит, за подписью Корзика, для того, чтобы там обеспечить тротуару проход, нужно вот это обрезать, мы, говорит, вот это обрезали, а что ночью-то там? Ну, пришлось извиниться, извиниться, ну а другие моменты там, поэтому я сейчас к этому отношусь очень аккуратно, а с другой стороны, ну есть какие-то моменты, вот я не поеду же проверять, например, там позвонил пенсионер, говорит, у меня там дома холодно, да, а что я пойду проверять, ну, набираю управляющую компанию, поговорил, вечером, когда, знаешь, пишет Сергей Николаевич, дома тепло, ну, значит, не зря обратились, не зря я там руководитель управляющей компании поработал. Складывается впечатление, что ваши, так скажем, единопартийцы, которые находятся выше, они вообще избирателей не слышат и ни во что не ставят. Вот последний пример с введением клах-каду. Все территории, я имею в виду, избиратели поднимали этот вопрос и высказывались против. Госдума принимает, ну, пока откладывает, но, тем не менее, одобряет первую очередь. Позитивная. Слышишь? Да, с позитивной, да. А что, понимаете, а что вас напрягает с этим QR-кодом? Нет, я не спрашиваю, меня напрягает. Не напрягает, я говорю, что во всех, и тому же Володину сколько поступило обращений, то есть народ высказался против. Но представители нашего народа одобряют. Вот у меня в телефоне есть каждый день информация, сколько людей поступает в ковидный госпиталь. Сергей Николаевич, подождите, подождите, дайте, я же вас слушал, не перебивал, сейчас вы меня не перебиваете. Вот смотрите, если вы не поставили прививку от ковида, у вас QR-кода не будет, не будет вам его, никто не даст. и что? Что вас напрягает там этот QR-код? А зачем? А для того, чтобы для того, чтобы хоть как-то контролировать процесс, отсматривать. Я вот, я не зря же сказал, вот сейчас, маленько, ужесточили, ужесточили меры. раньше там семь-восемь человек каждый день Ватинский умирал. Сейчас вот, сегодня в одном госпитале три умерло, в другом один. Четыре. Поэтому беречься нужно там. Нужно. Беречься нужно. Нужно ли слушать избирателей? Вот определенная динамика. Было восемь, стало три. Четыре. Четыре, да? Три-четыре. Три-четыре, да? А почему вы прислушиваетесь к своим избирателям? Я их убеждаю, я их убеждаю, я им говорю. Почему у вас Госдума не хочет прислушиваться к избирателям? А ты посмотри, как он, Жириновский, он и в перчатках, и в маске, хотя они там все привитые, он все равно соблюдает. Ну, соблюдает, соблюдает. Избиратели они почему-то. Не знаю там. А вы знаете, вот если на то пошло, вы знаете, сколько сейчас, будем так говорить, тратят денег на пропаганду против нас? Миллиарды долларов. Против кого вас? Против россиян. Против Едино-России. Против Едино-России.